В информационном эфире время ежедневной рубрики «Я. История». Её автор Сергей Муравьёв продолжает цикл рассказов об улицах и домах Старого Ярославля. Сегодня речь об улице Кооперативной. Во времена Средневековья на высоком берегу Волги, недалеко от пристани и Тверицкой переправы, раскинулась Железная Слобода. Судя по названию, занимались здесь кузнечным промыслом. Идущим с низовья купеческим судам постоянно требовались для ремонта гвозди, скобы, крючья и другая необходимая мелочь. Работы хватало, а недалеко от современного въезда на Октябрьский мост через Волгу проходила Железная улица с главным приходским храмом воздвижения креста Господня XVII века, стоящим на углу улицы Железной, ныне Кооперативной, и Флотского, ранее Воздвиженского спуска. Но более всего эта улица интересна теми, кто жил на ней, придав Железной облик, который мы пока еще можем любоваться сегодня. Это усадьба купца первой гильдии Павла Краханяткина, который в середине XIX столетия владел многими волжскими судами и возил с низовья хлеб в Ярославль, Петербург и даже поставлял за границу. Именно Павел Иванович построил на берегу котрасли первую паровую мельницу, превратив мукомольное предприятие в одно из крупнейших в России. После смерти Краханяткина мельница перешла в руки еще одного городского олигарха, фабриканта и купца Иванова Хромеева. Национализирована она была после 1917 года, превратившись в мукомольный завод номер один. А это бывшие имения владельца завода по выделке Ювки купца Егора Викулина. Следующим хозяином особняка в конце XIX века был известнейший в Ярославле фабрикант, меценат и любитель роскоши Филипп Сорокин, имеющий в Ярославле еще несколько богатых домов и свинцово-билильное предприятие, в советское время завод Красный Маяк. Также на улице Железной один из домов принадлежал мастеру колокольного дела Ивану Чапышникову, который в 1824 году отлил 15-метровую бронзовую колонну в память о Павле Демидове, основателе знаменитого Демидовского лицея. Что только не пережил этот дом. При купцах Сорокинах, новых владельцах, здесь варили мыло, а в конце XIX столетия старый дом превратился в католический костер. В 1923 году старинная Железная улица Ярославля была переименована в Кооперативную, в честь Международного дня кооперации. Был у нас и такой праздник.